это программа игра в классике программа о людях которые играют в игре об играх в которые играют люди говорим об актуальном вспоминаем классику меня зовут платон беседен добрый вечер как выглядит утренняя сводка новостей ну примерно так беспилотники атаковали кремль москва-сити здание в белгороде севастополя симферополя дальше подставьте нужно или вот так в одессе разрушен спаса преображенский собор или есть и такая вариация в киеве демонтирован герб с монумента родина мать что объединяет данные сообщения разрушение изменения привычного облика городов населенных пунктов уничтожение их такими какими мы знали их ранее да безусловно прямо сейчас погибают люди это очевидная трагедия погибают под пулями осколками ракеты еще раз говорит огромная трагедия хотя многие предпочитают ее не замечать однако есть и другая трагедия менее очевидная скрыта однако она имеет важное значение ведь прямо сейчас на наших глазах но вместе с тем неуловимо для них меняется облик городов привычный облик городов разрушается и уходит в небытие я конечно говорю в первую очередь даже не разрушение жилых спальных кварталов хотя это безусловно трагедия но о том как стираются с карты и территории знаковые места разрушение по сути происходят из-за двух факторов первый фактор очевиден это военный когда город населенный пункт уничтожается в результате обстрелов бомбардировок сражений под часть стирается до основания виды того же современного бахмута артемовска это такие апокалипсические ли пост апокалипсические картинки сюжет посередине разрушенный самолет памятник миг-17 как символ как знак второй путь разрушения это намеренное переписывание истории сознательно подмена понять но украина занимается этим примерно 30 лет не она одна но последнее время вот это переименование или как они называют декоммунизация проходит особенно риан причем переименовываются не только улицы но и целые города и подчас в этом вспыхивает особый символизм думаю его даже не улавливают вот эти несчастный декоммунизатор ну например появление переулка имени джорджа орла и улицы имени рэя брэдбери что тут скажешь не хватает только не знаю сквера олдоса хаксли и площади евгения замятина для полного комплекта антиутопии ведь мы помним что как раз таки первый признак антиутопии рисующие ужасы будущего и выражающие страхи настоящего там все как раз таки начинается именно с переименований и действительно декоммунизация затеянная на украине ускоренной свона напоминает щупальцы гигантского осьминога которые устремляются повсеместно что это за направление ну конечно политическое культурологическое социальное историческое знаете в чем фокус московский проспект переименованный в проспект бандеры это два принципиально разных проспектах да один асфальт один камень но работают они на разных пластах идентичности вот последнее слово здесь ключевое идентичность то не просто изменение смыслового культурного кода тех граждан что вынуждены или даже сами приветствуют вену название нет тут удар наносится как прошлое так и в будущем но с одной стороны отсекается то что было ранее вообще особенность нашей стороны или там постсоветского пространства вот пришла новая власть переименовали поставили новые памятники старые снесли власть поменялась опять новые памятники опять переименование ну что рождает это на выходе рождает это смятение граждан это вызывает внутренние психологические изменения которые погружают народ общество в депрессию с другой стороны демон переименований конечно же устремлен в будущее вот смотрите ведь даже самый ленивый человек ходя по улицам будет задаваться вопросом через кого назван эти улицы ну кто такой ватутин то такой черт кто такой пушкин кто такой дзержинский а нет название то нет и вопрос да казалось бы ну что тут такого и многие действительно воспринимают происходящее не всерьез однако подчеркну в реальности сегодня происходит страшная вещь видоизменяется не просто облик городов видоизменяется сама матрица нашей памяти переписывается культурный старе асовский код и в конечном исходе происходит разрыв поколений образуются пустоты зияющие дыры внутри самой нации вынуждены существовать в абсолютно деформированной реальности ну а как следствие вот вам пример пустоты заполняются мифами часто искусственно созданными ну например все эти древние укры как на украине да и прочие комические а на деле на деле трагические вещи однако есть еще более страшное то что совсем не очевидно вот знаете вот я прочитал эту книгу когда-то автор сара уильямс голдхаген в русском переводе она заглавлена так город как безумие хотя оригинальное название правильнее но how the built environment shapes our lives welcome to your world вот здесь автор сара голдхаген известный архитектурный критик она рассматривает город архитектуру городскую среду с точки зрения нейронаучного и когнитивного подхода рассматривает и приходит к выводу что город напрямую самым деятельным самым эффективным самым образом влияет на наше здоровье на наше желание на наши эмоции на всех нас то есть город по сути это и есть мы его ткани то по сути наша психологическая психическая ткань а городское пространство чем-то схоже ну или как минимум опять же нужно исследовать влияет на кору головного мозга в психологии есть такое понятие прайм это то что хранит воспоминания то что формирует нашу идентичность нашу самость то что в конечном счете не позволяет нам сойти с ума вот именно данные праймы сегодня разрушаются и в таком контексте город становится не просто средой обитания он становится едва ли не главным психологическим инструментом формирующим нашу психику наше сознание коллективное лично как следствие изменяя город выкорчевывая из него знакомые ориентиры изменяет наше психологическое состояние наше сознание превращают нас в кого-то другого то есть у нас забирают на же самих те кто это делает делает это намеренно ведь при таком подходе тоже декоммунизация ну как пример становится не просто политической акции она становится гигантским психологическим экспериментом продолжающим топ психологический эксперимент который когда-то осуществлялся на евромайдане тоже ведь говорили что да ничего особенного ну а что там и вот имеем то что имеет ведь в основе и одного психологического эксперимента и другого это важный момент лежит культ умерщвления и просто культ смерти а культ умерщвления то есть случае евромайдана это было принесение в жертву своих же соратников это было ритуальное убийство с последующим выставлением трупов то есть такая некая кощунственная инфернальная вариация святых мощей в православии ну а в случае уничтожения городов здесь умерщвляется историю умерщвляется память умерщвляется культурный код то есть изымаются те маркеры на которых держится наша психика наше сознание что это да это части важнейшая часть очень скрытая очень такая хитрая часть составляющая тех манипулятивных инструментов которые переформатируют общество в целом и каждого человека по отдельности в чем суть этого переформатирования а его когда-то блестяще описал достоевский он вложил эту фразу то из романа бесы в уста заговорщика лямшина вот как звучит суть всех обескуражить и из-за всего сделать кашу и расшатавшиеся таким образом общество болезненно и раскиши и циническая и неверующая вдруг взять свои руки подняв знамя бунту вот фокус в том что в конечно в современном мире это знамя может давно поднять и вот давно уже водрузили на стяг и под этим стягом бесы идут вот так на к важно сказать еще и вот что ведь смотрите уничтожение городов происходит не только на войне но и в мире это происходит повсеместно мы наблюдаем этот чудовищный а многие с ним уже смирились этот чудовищный механизм когда отбрасывается культурное наследие она превращается как бы в оттавизм тут перестраивается здесь перестраивается и как следствие город его черты и знакомые черты полностью стираются из памяти в конечном счете стирается и сама память это рождает в обществе мощнейшие психологические изменения это приводит общество человека в смятение в своего рода помешательство это в свою очередь вызывает негативные реакции их результат мы видим прямо сейчас это в том числе результат уничтожения городов одно порождает другое ну вывод полагаю здесь будет очевиден правильная городская среда сохраненная в адекватном желательно первозданном виде сохраненной и на войне и в мире это залог психического равновесия граждан но обратно и соответственно тоже верно и да соглашусь мы подчас не можем спасти те города что находятся в военной зоне но согласитесь мы можем восстановить или сохранить те что находится здесь под нашим контролем сделать это не только и не столько может быть по мечтаем в идеале да не столько ради денег сколько ради того чтобы сохранить здравый смысл и здоровое общество это была программа игра в классике меня зовут платон беседе берегите себя близких помните что жизнь только подражает литературе удачи вам мира любви и терпения